Дорогие друзья, добро пожаловать на нашу очередную передачу Кейс HR на телеканале WBC. Со мной, пока бессменным ведущим Константином Борисовым. И я сегодня искренне постарался. Привел вам интереснейшего гостя Владимира Химановича, директора по персоналу Рафаизенбанка. Добрый день. Добро пожаловать на борт. Спасибо большое за приглашение. Я всегда скажу стандартную вещь, что все хорошие люди оказываются у нас здесь, в том числе благодаря зрителям. Поэтому в любой момент можете написать мне e-mail на borisovsupport-partners.ru с вопросом о том, с мнением о том, кого вы считаете звездой и кого вы хотели бы здесь увидеть. У нас же интерактивное радиошоу. Ну что ж, честно признаюсь, первый гость из финансовой темы. И у меня к тебе накопилось довольно много вопросов. Ты работал в свое время в разных сферах. Microsoft, Gazprom, нефть. До этого, по-моему, Procter & Gamble. И вот ты приходишь в банк, в Рафаизен. Расскажи, в чем, что в банках с точки зрения управления персонала делается по-другому, в чем специфика? Что для тебя было открытием? Ну, было и открытие, и не открытие. Потому что, когда ты работаешь в одной индустрии, весь мир концентрируется вокруг этой индустрии. Когда ты меняешь индустрию, это, с одной стороны, кажется большим шоком и таким моментом неопределенности очень сильной, по поводу которой есть сильное беспокойство. Но потом, когда ты понимаешь, что, в общем, бизнес построен по одной модели, это беспокойство уходит. И, как ни странно, с точки зрения того, как организован бизнес, я не увидел большой разницы. А в том, что касается HR, HR, в принципе, такая универсальная специализация, которая не сильно отличается от IT, нефтянка или банковской индустрии. В принципе, очень похоже. А что для тебя стало особым вызовом, когда ты в Райфайзен пришел, поменял компанию, поменял отрасль? Личный мотиватор для меня – это возможность поработать с интересными людьми. И меня очень зацепил человек, с которым я сейчас работаю в Райфайзене, который является моим руководителем. И для меня это очень сильный мотиватор. Что касается вызовов, банки в целом достаточно консервативный институт. Если сравнивать с IT, которая меняется очень быстро, изменения происходят ежегодно, меняются продукты, меняются технологии. То есть тебе постоянно нужно очень быстро меняться. От банков, в принципе, ожидаем мы все консервативности, как клиенты банка. Стабильности. Мы не ожидаем, что банки будут как-то фундаментально перестраивать свою деятельность. Мы ожидаем, что то, что мы вкладываем в банки, будет надежно, защищено, сохранно. И банки будут предоставлять адекватный уровень сервиса. Поэтому здесь такие челленджи, они носят немножко другой характер. И в отличие, скажем, от IT, где надо действительно очень быстро улавливать такие тенденции и реагировать на них, в том числе с точки зрения поколения, с точки зрения продуктов, дизайна, технологий. В банке это скорее фокус на то, как сделать жизнь сотрудников банки более комфортной с точки зрения внутреннего взаимодействия, с точки зрения того, что то, что мы делаем, соответствует требованиям законодательства и так далее. Но вместе с тем совместить это с тем, что мы сейчас называем вовлеченностью, ингейджментом. Как вот эти вещи совместить вместе? Как совместить здоровый консерватизм и высокий уровень вовлеченности? Вот это, пожалуй, было самым большим челленджем, да и остается, наверное, до сих пор. И вот вопрос в развитии этой темы. Мне кажется, что банковская отрасль, в противоположности интернету, она притягивает людей, скорее ориентированных на статус-кво. У тебя даже галстук завязан, он гораздо сильнее, чем у меня. То есть людей, которые ориентированы на вот мой кубикл, вот здесь я работаю, вот мои процессы, стандарты, процедуры, инновации, нестабильность, это все не про меня, но при этом банки же должны как-то меняться, какие-то вызовы технологии, какой-то Тинькофф банк появляется. Ну то есть что-то даже в этом секторе происходит. Вот как этих людей, ну относительно, условно говоря, ригидную такую довольно массу, сильно при этом аналитичных таких людей, как их подвигнуть к чему-то новому? И хотя, может, такой проблемы не существует? Это очень правильный вопрос, и я хочу сказать, что все равно изменения происходят. Пусть это происходит медленно, но происходит. Вот за полтора года моей работы в банке произошли небольшие, но очень важные изменения. Допустим, из вот этой системы кубиков, о которых ты говоришь, мы переехали в офис, который представляет из себя большой open space. И казалось бы, да, то есть банки действительно всегда очень консервативны, большие руководители сидят в отдельных кабинетах, это все очень как-то закрыто, изолировано. Мне кажется, это какие-либо серые стены, либо они деревом должны быть отделаны. Это правда, это как раз тот имидж, который у всех нас существует. Но в головном офисе действительно сейчас абсолютный open space. Это современный офис с отсутствием перегородок, с большим количеством общих зон для общения, где люди просто могут, ну, то, что мы называем, сошелайзиться, в том числе и в рабочее время. Руководители все сидят в открытых офисах, которые представляют из себя стеклянные такие кубиклс. То есть все, в принципе, видят, что там происходит. Вот нет такой системы закрытости. А как это регулируется? Вот наверняка же шторки вот такие есть, вот их официально нельзя опускать или это не принято? А вот нет шторок. Их прям нет? А вот прям нет шторок. Да, и в том числе наш председатель управления сидит в таком же офисе. И это, на самом деле, создает вот такую обстановку открытости, которая была, может быть, раньше для индустрии в целом не очень свойственна. Еще одна тенденция, которую мы сделали, это переход на гибкий рабочий график, который казалось бы, ну, как в банке может быть гибкий рабочий график. Но, по сути, если посмотреть на банк как организацию, там есть большое количество должностей, которые не требуют присутствия на рабочем месте ровно с 9 до 6. И то, что мы ввели гибкий рабочий график, на самом деле, был очень мощным стимулом для работников. И вот этот уровень вовлеченности, он очень сильно поднимает вверх. Конечно, это неприменимо ко всем без исключения специальностям, потому что, ну, понятно, мы как клиенты, приходя в банк, рассчитываем, что банк все-таки будет с 9 до 6 открыт. И мы не можем сказать, приходите там в 8 вечера, потому что сотрудник, который работает, придет позже. Но, повторяю, что есть большое количество дисциплин, и моя должность одна из них, которая не предполагает наличие на рабочем месте ровно с 9 до 6, а предполагает использование технологий, которые позволяют тебе быть постоянно в доступности и реагировать на то, что происходит. А это наша внутри Рафаизна чисто российская инновация или консервативные австрийские товарищи пошли на такое? Мы достаточно независимы от австрийского офиса, и это чисто российская инновация. И очень многое из того, что мы делаем, мы делаем первый раз, а потом это копируется или, назовем это, используется нашими коллегами как в Австрии, так и в других странах. Еще один вопрос про банковскую отрасль. Она на самом деле является одним из лидеров, как мне кажется, но по числу разных медийных скандалов и фродов. То какой-то трейдер обанкротил свой собственный банк, там вот Беринг, то в Сбербанке какие-то истории кто-то кому-то не тот кредит выдал. То есть, с одной стороны, ты должен, по сути, контролировать каждый шаг своих людей. С другой стороны, ты должен оставлять какую-то свободу. Вот где этот баланс? Мне сложно комментировать ситуации в других банках, поэтому я буду говорить о Райфайзене. В целом, для индустрии это действительно большой вызов. И особенно последние годы, когда такого рода скандалы становятся публичными. Что для этого можно сделать? Нужно постоянно работать с сотрудниками, постоянно работать с персоналом. Часто это вопрос незнания и непонимания. Ну, скажем, например, вопрос конфликта интересов. Не каждый человек рождается с пониманием того, что есть конфликт интересов. И, может быть, люди просто не понимают, что это делать нельзя или неправильно. И поэтому их надо обучать. Но я хочу сказать, что вот такие системы обучения, они оправдывают себя. Второй момент – это все-таки набор тех людей, которые соответствуют профилю компании. То есть это качество набора. И уже на уровне интервью легко отсекаются какие-то случаи, которые вызывают подозрения, которые вызывают сомнения в том, что это правильный человек. Очевидно, что человек не скажет, что я собираюсь тут перевести пару миллионов на офшор. А вот как ты это отсекаешь? Это действительно так. Хотя ты удивишься, что некоторые люди, в общем, об этом говорят на интервью. Вау. И я как раз и говорю о том, что вот такие очевидные кейсы, они легко отсекаются на моменте рекрутинга путем задавания определенных вопросов. Просто есть компании, которые не задают такие вопросы, которые ориентированы только на какие-то технические навыки. То есть есть у человека, допустим, такой опыт работы. Ну и все, и берем его на работу. Можно копать глубже, можно задавать такого рода вопросы. И они часто, в общем, вылезают легко на поверхность. Ну и кроме того, третья вещь, это, разумеется, в любой компании, в банке, в особенности, должны быть системы, которые контролируют такого рода вещи. Этим занимается информационная безопасность, этим занимается HR, этим занимаются руководители. То есть есть некая экосистема, которая эти вопросы контролирует. Дает ли это полную защищенность? Ни в одной компании это не дает полную защищенность. Поэтому помимо всех вот этих систем, помимо рекрутинга, помимо подбора и так далее, конечно, должна быть система быстрого реагирования. На те ситуации, когда мы узнаем о такого рода вещах. И система эта должна действовать четко, жестко. И с такими людьми надо быстро расставаться. Вопрос про такую бизнес-сторону. Мое ощущение как поднимителя в том, что банки системно не отличаются друг от друга. Ну, условно, есть госбанки наши, большие, стабильные и могучие. Есть западные банки, есть какие-то ребята, которым вообще не надо нести вклады. Вот чем на самом деле отличаются банки друг от друга? Вот если мы возьмем, например, западные банки. Западные банки находятся в немножко более сложной ситуации, да простят меня коллеги из российских банков. Потому что, смотрите, в чем дело. Мы должны соответствовать одновременно жестким требованиям российского законодательства и российского центрального банка. И в то же время мы должны соответствовать требованиям европейского центрального банка, если мы говорим о европейских банках, или каких-то других финансовых учреждений, если мы говорим о банках неевропейских. И часто эти системы вводят какие-то дополнительные критерии жесткости, все из которых нам надо удовлетворять. В редких случаях какие-то критерии, которые предъявляются к нам, просто противоречат друг другу. Но выбор на самом деле всегда простой. Мы работаем в России, поэтому мы должны соответствовать требованиям российского законодательства в первую очередь. Но регулятор, он в том числе понимает и с пониманием относится к таким конфликтным ситуациям. И в общем, хочу сказать, что мы видим стремление сделать так, чтобы все-таки не было таких противоречий, которые ставят в банке в состоянии выбора. Потому что, ну как банк может выбирать между двумя законодательствами? Все сложно. Понятно. Поэтому мы находимся в ситуации жесткой и должны удовлетворять как требованиям Европейского Центрального Банка, так и Российского Центрального Банка. А вот с HR стороны, вот есть два западных банка Рафайзен и еще кто-нибудь, какой-нибудь французский банк. Вот у них же по сути одинаковые внешние офисы, по сути одинаковые продукты. Ну, прям с моей точки зрения. И вот приходит туда посетитель, что может HR сделать для того, чтобы этот человек остался здесь, а не здесь? Нами был выбран слоуган «Разница в отношении». И вот этот слоуган у нас реализуется через подбор, через систему оценки, когда каждый сотрудник должен понимать, в чем он может быть лучше по сравнению с конкурентами. И это оказывает влияние и на годовую оценку сотрудника, которому выставляют коллеги, которому выставляет руководитель. Поэтому разница в отношении качества сервиса. Вот мы хотим быть лучшими в сервисе, который мы предоставляем для клиентов. Ну что, друзья, я припас еще пару вопросов и задам их после перерыва. Ну что, друзья, добро пожаловать назад. С вами Константин Борисов, компания Support Partners и Владимир Химанович, Рафайзенбанк. Владимир, вопрос для тебя следующий. Вот есть несколько компонентов в HR, из которых так или иначе состоит профессия. Подбор, оценка, удержание, обучение, компенсация льготы, оргразвитие, внутренние коммуникации, наверное, все. Вот ты сейчас считаешь, тебе в моменте в банковской отрасли вообще, и в твоем случае в частности, на чем имеет смысл концентрироваться? На всем. Это не идет одно без другого абсолютно. Потому что в грамотной системе HR хорошо работают все компоненты. И выделить какой-то один очень сложно. Есть понятные гигиенические факторы. Такие, например, как кадровое дело производства, которое звучит очень скучно. И часто у людей вызывают зевоту. Я его даже не перечислил. Да, интересно. Но при этом это суперважный блок, который нельзя игнорировать. Потому что, по сути, это интересы работников. И вот их нельзя игнорировать и нельзя пренебрегать. Поэтому для меня это все блоки абсолютно одинаковые. А вот ты сделал, я не побоюсь сказать, такую классную карьеру в HR. Ты регулярно выступаешь. Ты считаешься одним из таких топ-лиц российского HR. Спасибо. Вот если бы нас сейчас смотрел кто-нибудь, относительно молодой человек, закончивший в УЗ, вот он поступил куда-то на первую позицию в HR. На чем ему стоит сконцентрироваться, чтобы сделать хорошую карьеру? Не бояться экспериментировать. И это самое главное. Люди всегда боятся перемен. Это, наверное, естественное качество. И для молодого человека, для молодой девушки важно понимать, что до 30 лет – это время экспериментов. И нужно стремиться попробовать максимум, чтобы потом уже иметь опыт в различных дисциплинах. Ну и плюс к этому, до 30 лет обычно мы не обременены разными семейными делами, какими-то другими обстоятельствами. Поэтому это абсолютно время экспериментов. Это первая вещь. Вторая вещь – надо не бояться переездов. Вот в моей карьере было 9 переездов. Ты же в Сингапуре, по-моему, работал. Я работал в Сингапуре, я работал в Женеве, я работал на заводе в Тульской области 3 года. Я работал в Санкт-Петербурге и так далее. То есть, в общем, первый переезд выглядит как кошмар. То есть, ты понимаешь, что твой социум, твой мир просто рушится. Но затем ты понимаешь, что он ничего не рушится, а просто количество твоих контактов и людей, которых ты знаешь, удваивается, утраивается и так далее. И поэтому твой мир становится очень объемным. Вот эта объемность, она дает, с одной стороны, понимание того, что люди разные. А это, на мой взгляд, один из критериев успеха или неуспеха HR. Когда ты понимаешь, что, в принципе, организациями, которые ты управляешь, это организации с очень разными людьми. Поэтому, первое, не бояться экспериментировать. И второе, это не бояться переезжать. Вот, как мне кажется, сейчас в банковском секторе происходит какое-то ужатие, повышение эффективности, какие-то, наверное, неизбежные сокращения. Вот где тут баланс? Как, с одной стороны, зная, что ты что-то там подрезаешь, какие-то филиалы, с другой стороны, мотивировать остающихся? Вот как это делается профессионально? – Коммуникация. Коммуникация всегда совершает чудеса. Потому что в открытых организациях люди понимают, что происходит. И вот вопрос, связанный, скажем, с оптимизацией, не является сюрпризом. Сюрпризом становится ситуация, когда вдруг происходит что-то. То есть для людей неожиданно. Вот все развивается хорошо, и вдруг реорганизация. Либо когда руководство очень закрыто, и вот такими дозами вбрасывает информацию в людей. Кризис, конечно, сложное время. И нужно понимать, что сложное, в первую очередь, для тех людей, которые теряют работу. Что может сделать компания? Компания может, в первую очередь, поставить себя на место людей, которые теряют работу. И задать себе вопрос, а как сделать их жизнь проще? И, в общем, ответ находится сам по себе. Это уважение к тем людям, которые уходят. Это создание комфортных условий для таких расставаний. Это понимание специфики людей, которые подпадают под такого рода сокращения. И как-то максимально отвечание потребностям этих людей на этом моменте. Понятно. Не секрет, что, наверное, очевидная вещь, что основную, по сути, HR, коммуникационную работу делает первое лицо или настоящий линейный руководитель, кто, собственно, и работает, кто, собственно, управляет персоналом. А HR там делает, наверное, методологию, обучает, показывает. Вот где правильный баланс между тем, что должен делать с точки зрения управления людьми HR, и тем, что должен делать финансовый директор или технический, кто, собственно, управляет своим составом? Мне кажется, что в хорошей, хорошо организованной компании это всегда команда людей. И команда, которая коллегиально принимает решения и коллегиально берет ответственность за те вещи, которые происходят. То, с чем сталкивался я, это всегда качество партнерского диалога между руководителями, HR, финансовым директором, о котором ты говорил, прочими руководителями. То есть это создание видения того, что происходит, и затем люди интуитивно понимают свою роль. И если это действительно сыгранная команда, то они транслируют один и тот же месседж, и они действуют одинаково, они действуют похоже. Поэтому для сотрудников, в принципе, на этом этапе становится неважно, кому прийти. Прийти к генеральному директору, к своему руководителю, в HR и так далее. И таких примеров я наблюдал очень много. Когда есть кредит доверия к HR, к руководителям, то для сотрудников всегда это проще. Поэтому задача компании, не дожидаясь кризиса, такой кредит доверия создавать. А как HR сформировать вот этот кредит доверия у менеджмента и у сотрудников? Только погружаясь в бизнес. Я глубоко верю в то, что успешным HR нельзя стать к нашему предыдущему разговору, если ты не понимаешь сути бизнеса. И поэтому я, скажем, придя в банк, где я не работал раньше до этого времени, я очень много времени уделял именно пониманию того, что есть банковский бизнес, как он организован, чем люди занимаются. Я очень много времени провел для таких внутренних интервью, спрашивая людей, чем вы занимаетесь, расскажите мне о вашем бизнесе. А почему так, а почему по-другому? И я думаю, что есть, и я видел, собственно говоря, такие организации HR-овские, где HR очень отдельно. То есть где-то есть бизнес, а здесь мы сидим. Мы делаем свою работу, бизнес занимается как-то другой работой. И это сложно всегда, потому что тогда вот такого доверия не будет с бизнесом. Бизнес будет на тебя смотреть всегда как немножечко, ну вот, вы где-то там, а мы здесь. Мы делаем настоящую работу, а вы, в общем, что-то такое там делаете. Это не мой профиль тоже. Расскажи, ты начал карьеру в HR в 90-е. Вот как изменилась профессия за это время? Вот чем вы занимались и концентрировались, на каких аспектах управления персоналом в 90-е? Что важно сейчас? И давай сделаем прогноз. Через 5 лет HR будет заниматься чем? Я в HR 20 лет, и когда я пришел в HR, никто не знал, что это за аббревиатура HR. И я сам не знал. Поэтому я попал случайно и, в общем, изучал работу, то, что называется, на практике. Фокус в то время был связан с тем, что просто не было аудитории, которая может работать в реалиях бизнеса 90-х годов. Я имею в виду не российский бизнес 90-х годов, я имею в виду то, что в этот момент в Россию стали приходить западные компании. А бизнес-то как такового не было, по сути. Не было специалистов по маркетингу, не было специалистов по логистике, не было финансовых аналитиков в современном понимании, не было HR-ов и так далее. То есть можно перечислять. Никого не было. Поэтому очевидно, что была большая потребность, и не было людей. Поэтому фокус в то время был у всех компаний. Это поиск и обучение, очень интенсивное обучение людей. Сейчас вот эта фаза прошла. На самом деле она прошла уже давно. То есть мы живем уже 20 лет в реальных современном бизнесе. Россия, на мой взгляд, абсолютно ничем не отличается по бизнес-моделям от западных компаний. Поэтому вот эта фаза такого голода за людей, их полное отсутствие на рынке, она прошла. Что же происходит сейчас? Сейчас наступает момент такого насыщения, когда компетенция HR, которая становится более важной, это вопрос, связанный с производительностью. Как принести value в организацию с точки зрения понимания того, как организация может быть более эффективной? Расходы на персонал у многих компаний, и у Райфайзена в частности, это 50% бюджета. 50% бюджета. Ну, по сути, да. Вы же где-то даже сервисной отраслью. У вас же нет какого-то особого оборудования или чего-то такого. Да. Кроме сафридей. Это, собственно, большой бюджет. Это большие деньги. И как этими бюджетами управлять? Вот в этом как раз сейчас фокус HR, на мой взгляд, должен быть. В особенности в условиях сложной экономики, когда мы понимаем, что вот мы можем принести то самое конкурентное преимущество, о котором все говорят, но никто не может его вербализировать. То есть фокус сейчас на экономике, на себестоимости, на фоте в доле общих затрат, вот на этой истории, на экономике? Я бы сказал, да. То есть если я смотрю на рынок в целом, я вижу, что и у нас, и у моих коллег фокус именно на этом. Подбор, в общем, уже сложился как структура. Есть система агентств, есть система социальных сетей, есть система рекрутинга, когда люди сами, в общем, апплицируются напрямую в компании через веб-сайт и так далее. То есть эта система сложилась. Система обучения тоже сложилась. Есть тренинговые провайдеры, есть российский рынок провайдеров, которого не было раньше. Есть рынок западных провайдеров, сложилась. Система компенбена сложилась. А вот это еще нет. Потому что это новая компетенция, которую нужно осваивать. И нужно понимать, как эта модель работает. Возвращаясь к предыдущему разговору, понимание этой модели невозможно без понимания того, как работает бизнес. Понял. А давай с тобой сделаем прогноз. Вот через 5 лет HR будет концентрироваться на чем? Хороший вопрос. Чтобы быть лучшим HR через 10 лет. Ты-то лучше и сейчас, а вот тот, кто нас смотрит, он, может быть, рассчитывает стать лучшим через 10. Ему нужно учиться делать что? Что будет важно? Я думаю, что вопросы, связанные с управлением, будут актуальны. Эффективное управление – это всегда горячая тема. И я думаю, что пройдя такую фазу роста, оптимизации, эффективности, компании снова придут к тому, какие механизмы, как использовать человеческий капитал для того, чтобы более качественно управлять. Конкуренция будет усиливаться. И вот на уровне усиливающейся конференции дифференциатором станет то, какая компания более эффективна с точки зрения управления. А эффективность управления – это опять-таки экономика или это скорее вопрос корпкультуры, то, как мы взаимодействуем с людьми? Я думаю, все вместе. Но, наверное, я бы выделил здесь качество менеджеров. Потому что что ожидают от руководителей? Руководители ожидают, что они будут растить бизнес. Это такое классическое понимание. То есть я нанимаю менеджера для того, чтобы мои объемы продажа росли, объемы производства росли и так далее. Но при этом вот этот компонент ответственности за развитие организации своей, как сделать ее более эффективной, он часто упускается. И поэтому я думаю, что этот фокус на развитие качества управления будет более сильный в перспективе следующих 5-10 годов. Хорошо. Ну что, я предлагаю тогда на этом позитивном прогнозе от Владимира и завершить нашу сегодняшнюю встречу. Я, Владимир, тебе искренне благодарен, что ты добрался. Спасибо и до новых встреч!